Помните неандертальцев? Наших звездных гуманоидных кузенов из плейстоценовой эпохи с широкими носами и скошенными назад лбами. Они бродили по Европе и Азии более 350 тысяч лет, прежде чем исчезнуть. Это было примерно в то же время, когда наши предки Homo sapiens решили попрощаться с Африкой и исследовать мир. Мы, возможно, никогда не узнаем, что на самом деле произошло с неандертальцами и почему они не дожили до наших дней. Но благодаря активным археологическим раскопкам и впечатляющим находкам их ископаемых, мы теперь знаем о них немного больше. Одна из теорий их исчезновения заключается в том, что климат стал для них непригодным. Сторонники этой идеи считают, что матушка природы за что-то обиделась на неандертальцев и отправила их поковать чемоданы. Но дело в том, что если мы посмотрим на археологические памятники неандертальцев в Италии, например, нет никаких признаков погодных катастроф, которые могли бы уничтожить этот вид целиком. Некоторые ученые считают, что между неандертальцами и людьми могла происходить борьба за ресурсы. Именно поэтому специалисты продолжают изучать различные археологические площадки, где могли пересекаться пути неандертальцев и Homo sapiens на протяжении около трех тысяч лет. В данном случае кажется, что неандертальцы немного отставали в своих технологиях. Их инструменты были примерно как кнопочные телефоны в эпоху виртуальной реальности. Но кто знает, встречались ли эти два вида в том конкретном регионе. Доказательства по-прежнему неоднозначны. То, как они вымерли, не единственная информация, которая нас интересует. Некоторые ученые, например, пытаются расшифровать так называемые молекулярные штрих-коды неандертальцев, чтобы определить их специфические черты. Часть из них вы тоже могли бы иметь, хотите верьте или нет. Конечно, неандертальцы, как вид, действительно вымерли, но это не значит, что остатки их ДНК не могут быть найдены в людях. Теперь вы знаете, что происходит, когда люди живут рядом друг с другом. Некоторое генетическое смешение было неизбежно. Доказательство? Щепотка ДНК неандертальца, найденная у современных людей. Вот здесь сюжет усложняется. Ученые думали, что поскольку неандертальцы никогда не жили в Африке, их ДНК не будет обнаружено у современных африканских народов. Однако, оказывается, что у африканцев также примерно полпроцента ДНК неандертальца. Это не означает, что наши неандертальские родственники просто телепортировались через африканские территории, не оставив никаких следов. На самом деле, это открытие подразумевает, что ранние люди могли посетить Европу, смешать свой генетический материал с неандертальцем, после чего они вернулись в Африку. Серьезная миграция. Вы, возможно, задаетесь вопросом, как мы наткнулись на ДНК неандертальцев в наши дни. Итак, ученые собрали тысячи людей со всего мира. Они приехали из Восточной Азии, Европы, Южной Азии, Америки и Африки. Соотношение может варьироваться, но речь идет о порядке 20% ДНК неандертальцев, которое все еще обнаруживается в нас, в современных людях. Конечно, у среднестатистического человека в крови всего около 2% этого первобытного парня. Если вы из определенных мест или семей, у которых в генном бульоне чуть больше неандертальца, то мы говорим о примерно 3%. Есть ли что-то особенное, что мы разделяем с нашими давно ушедшими предками? Оказывается, неандертальцы подарили нам не только свою компанию на протяжении тысячелетий. Они также передали нам невероятное наследство. Своих носов? Ну, понимаете? У неандертальцев были очень широко поставленные носы. Это была не просто характерная черта, но также большое преимущество в холодном климате. В те дни, когда воздух был такой холодный, что слюни превращались в сосульки и зубы стучали от зябкости, носы неандертальцев работали как личные обогреватели, нагревая и увлажняя вдыхаемый холодный сухой воздух. Для такой экстремальной погоды эти впечатляющие носовые небоскребы оказались довольно удобными, когда наши предки Homo sapiens решили покинуть солнечные саванны Африки ради обморожения в Евразии. Они столкнулись с неандертальцами. Эта встреча привела не только к обмену любезностями, но и к обмену генами, кодирующими более крупные носы. Этот новый генетический клад был обнаружен учеными, которые исследовали ДНК более 6000 добровольцев. Для завершения исследования эти ученые тщательно сравнили эту генетическую информацию со снимками лиц добровольцев. Они измеряли расстояние между различными точками на каждом лице, такими как высота переносится участников. Затем они устроили игру в Найди генетический маркер, чтобы определить, связаны ли определенные черты лица с определенными генами. К концу этого захватывающего квеста они сорвали джекпот. 33 новых области генома были связаны с чертами лица. Один из выделенных генов, названный ATF3, был прослежен до наших предков-неандертальцев и, по-видимому, был маэстро контроля за крупным носом. Участники с американским происхождением получили в наследство от неандертальцев этот ген, что способствовало их более широким носам. Подумайте о гене ATF3 как о подарке от неандертальцев на новоселье нам, людям, когда мы перебрались в более холодный климат из Африки. Интересно, что это не первый раз, когда наши предки играли в передайген. Еще в 2021 году та же исследовательская группа обнаружила ген, влияющий на форму губ. Это TBX15. Этот ген был своего рода любовной запиской от Денисовцев, еще одного из наших древних родственников, который жил в Азии и вымер около 30 тысяч лет назад. Другая часть научного сообщества считает, что у мозга наших неандертальских друзей была необычная генетическая особенность. Может быть, именно поэтому они не выжили? Согласно этой теории, предполагается, что мы, люди, можем быть обязаны нашим умом странной генетической мутации. Эта мутация дала нашему неокортексу, это самая умная часть мозга, возможность производить больше нейронов. Этот удивительный ген у нас не так сильно отличается от версии неандертальцев. Разница всего в одной аминокислоте. Это как заказать кофе с одной ложечкой сахара вместо нуля. Это незначительное изменение присутствует практически у всех современных людей. Тем временем наши вымершие родственники – неандертальцы, денисовцы и другие приматы – все пропустили, по крайней мере, согласно исследованию. Но давайте не будем забегать вперед. Тот факт, что у нас больше нейронов, не обязательно означает, что мы гении. Но эти результаты действительно предполагают, что мы могли перепрограммировать мозг таким образом, что это дало нам когнитивное преимущество. Кроме того, речь не только об этом одном различии в аминокислоте. Это всего лишь одна часть пазла. Ранее ученые обнаружили 96 различий между нашей ДНК и ДНК неандертальцев, которые могли бы потенциально повлиять на наши разные исходы как вида. Изучение ДНК неандертальцев также дало нам некоторую информацию о их взаимоотношениях. Фактически, у нас теперь есть достоверные доказательства того, как выглядела семья неандертальцев. И удивительно, но она не так уж отличалась от нашей. Для этого исследования ученые собрали информацию с археологического места обитания неандертальцев, расположенного в Азии. Они обнаружили, что в одной конкретной семье был самоотверженный отец неандерталец. Его дочь подросток, молодой парень, возможно, их племянник или кузен. Также в их группе была старшая женщина, возможно, тетя или бабушка. В конечном итоге, наша девушка соберет свои вещи и со слезами на глазах покинет дом своего папы, когда найдет своего мистера Икс. Если бы она была мальчиком, как и ее двоюродный брат, она была бы счастливой домоседкой. Но не беспокойтесь, она не отправится к совершенным чужакам. В ее новом сообществе, скорее всего, будет несколько знакомых и дружелюбных лиц. Но как ученым удалось предсказать развитие этой истории? Проанализировав генетический пул неандертальцев, исследователи смогли выяснить, что их социальная структура неандертальцев была патрилокальной. Это означает, что большинство женщин-неандертальцев покидали свой дом, выбирая партнера, и начинали новую жизнь с другой семьей. То же исследование показывает, что наши пещерные сообщества, вероятно, не жили в изоляции. Семьи, живущие поблизости, скорее всего, посещали те же участки для отбора камней, чтобы делать свои каменные инструменты – аналог местного магазина строительного оборудования. И когда они не занимались изготовлением инструментов, то охотились на таких животных, как горный козел, лошади, бизоны и другие. Однако ученые аккуратно добавляют, что этот древний семейный портрет может не отражать полный спектр социальной жизни неандертальцев. Они любезно просят будущих археологов получить больше ДНК неандертальцев на сайтах поиска предков. Вы заходите на территорию удивительного, но давным-давно заброшенного парка дикой природы. Клетки для животных заросли травой, маленькие домики давно покинуты. Повсюду паутина и плесень. Вы входите в темное здание и замечаете внутри зеленое свечение. Немного приблизившись, вы обнаруживаете большой резервуар для воды с зеленоватой жидкостью. И тут ваш взгляд падает на нечто совершенно невероятное. Внутри этого зеленого аквариума вы видите силуэт огромной рыбы. Вы только что нашли большую белую акулу. Ее тело находится в растворе формальдегида, который и сохранил эту акулу практически в идеальном состоянии. Австралийский парк Wild Life Wonderland закрылся в 2012 году. Всех животных оттуда переместили, а вот про акулу забыли. В 2018 году местный исследователь Лёк Макферсон посетил это заброшенное место и опубликовал видео с забальзамированной акулой. Ролик набрал миллионы просмотров, и у акулы появилось имя. Рози. В парк устремилось множество туристов. К сожалению, среди них были и вандалы. Они повредили аквариум, и на нем появились граффити. Люди требовали спасти необычную находку. И через несколько месяцев, когда аквариум с акулой уже практически разрушился, его, наконец, переместили в работающий выставочный центр, где резервуар восстановили. В него заново залили жидкость, чтобы сохранить акулу. Следующее заброшенное место более жуткое. Вероятно, поэтому оно и привлекает так много посетителей. Мы в Чехии. В маленькой деревушке Луково. Здесь очень красиво. Маленькие домики, уютные улочки и богатая природа. Вдруг среди деревьев вы замечаете очертания старинной часовни. Прежде чем войти, вы понимаете, что она совершенно заброшена. Краска на кирпичных стенах выцвела, а железная крыша проржавела. Да, выглядит жуткованно. Однако вы все-таки заходите внутрь. Если бы кто-нибудь из путешественников наткнулся на это место ночью, скорее всего, он бы с криками убежал, едва оглядевшись по сторонам. У часовни есть свои покровители. Большинство из них сидят на скамейках, а некоторые стоят. Они не двигаются, потому что это гипсовые статуи. Но самая жуть заключается в том, что каждая статуя накрыта белой простыней. В 1968 году крыша часовни начала гнить. В итоге она рухнула, и жители перестали туда приходить. В 2014 году художник сделал несколько гипсовых статуй и поместил их в часовни, создав впечатление, будто в здании водятся привидения. Эта инсталляция привлекает туристов со всего мира, что помогает собрать деньги на восстановление часовни. А сейчас вы находитесь в США и едете по Вашенскому шоссе. По обе стороны дороги раскинулся густой лес. Вы добираетесь до автобусной остановки и выходите из машины. Чтобы увидеть странную находку, о которой вы слышали, нужно зайти в лес. Вы пробираетесь через кусты, грязь, деревья и... Ну вот вы и на месте. Сначала вы не видите ничего особенного, но затем вы поднимаете глаза и замечаете ржавый велосипед, который буквально врос в дерево. Он стал частью леса. Колеса и руль торчат наружу, а все остальное находится в самом стволе. Оказывается, в 1954 году одному местному мальчику подарили велосипед, но подарок ему не очень-то понравился. Шины были слишком тонкими и жесткими, а руль выглядел так, будто его сняли с детского трехколесного велосипеда. Однажды этот мальчик играл в лесу со своими друзьями. Он оказался единственным, кто приехал на велосипеде. Когда пришло время расходиться по домам, мальчик просто оставил велосипед у дерева. Дерево росло, и велосипед стал его частью. Давайте оставим холодные и темные места позади и переместимся в центр пустыни в Южной Калифорнии. Солнце очень жаркое, и вокруг никого нет. Вас окружает только песок и сухой кустарник, а вдалеке виднеются горы. Через несколько часов жажда становится невыносимой. Солнце так и печет. И вдруг вы видите воду. Неужели мираж? Вы подходите в надежде, что это не так? О да, это настоящая вода. И это даже не оазис. Здесь посреди пустыни стоит бассейн без каких бы то ни было опознавательных знаков. Какое же это удовольствие прыгнуть в него? Этот объект называется «Общественный бассейн». Он был построен летом 2014 года австрийским художником, чтобы кто угодно мог искупаться. К сожалению, сегодня от бассейна остался лишь каркас. Заброшенные места способны не только напугать или удивить. Благодаря некоторым находкам можно разбогатеть. Мы едем в Париж, в район красных фонарей Пигаль. Это весьма оживленное место. Вы заходите в один из домов и видите людей, которые проверяют свои почтовые ящики. Вы поднимаетесь вверх по лестнице и останавливаетесь у одной обшарпанной двери. Вы открываете ее и заходите внутрь. То, что предстает перед вашими глазами, напоминает жутковатую сцену из фильма про дом с привидениями. Мебель и украшения явно не из нашего века, как в общем и вся квартира. Каждый сантиметр этого места покрыт толстым слоем пыли. Старые куклы и мягкие игрушки лежат на столах и полу. Остается добавить к этому тревожную мелодию из музыкальной шкатулки, и у вас будет готовый набор штампов для фильма ужасов. Вам кажется, будто вы перенеслись назад во времени лет на сто. И в каком-то смысле так и есть. Хозяйка квартиры съехала в 1940-х годах и оставила все, как было. Квартира стояла нетронутой в течение 70 лет. Это обнаружилось в 2010 году, когда нужно было оценить имущество хозяйки. Женщина жила совсем в другом месте и никому не рассказывала об этом доме. Когда оценщики открыли квартиру, они обнаружили в ней картину итальянского художника Джованни Бальдини, написанную в 19 веке. Эта картина была продана за 2,5 миллиона долларов. А теперь мы снова отправляемся в пустыню. На этот раз мы в Намибии. Здесь, среди дюн, недалеко от берега океана, вы найдете пересохшую лагуну и старый затонувший корабль, наполовину погребенный в песке. Вернее, то, что от него осталось. Возраст этого португальского судна составляет около 500 лет. Корабль отплыл из Лиссабона в 1533 году и исчез недалеко от намибийского города, где добывали алмазы. Прогуливаясь среди обломков, можно найти деталь корабля, но самая интересная находка – это сундук с золотыми монетами. Общая стоимость всего корабля вместе с сокровищами оценивается более чем в 12 миллионов долларов. Геологи обнаружили обломки корабля в 2008 году, но сокровища были найдены только 8 лет спустя. А теперь вы гуляете по улицам Нью-Йорка и, проходя мимо темного пустынного переулка, видите несколько мусорных баков. Вы замечаете, что из одного из них торчит раскрашенный холст. Вы достаете его из бака, и оказывается, что это действительно картина. Изображение не очень четкое, но выглядит красиво. Вам кажется, что предмету искусству не место на помойке, и вы забираете его домой. В следующие 4 года вы наводите справки, пытаясь узнать хоть что-нибудь о картине, и однажды на антикварном сайте вы обнаруживаете, что это полотно – пропавший шедевр стоимостью миллион долларов. Такая история произошла с женщиной из Нью-Йорка в 2003 году. Когда она нашла картину в мусорном баке, то сразу почувствовала исходящую от нее силу. Женщина выяснила, что картина была украдена у владельца в 1989 году. Она вернула ее и получила вознаграждение в 15 тысяч долларов. Картина под названием «Три персонажа» была написана мексиканским художником Руфино Томайо в 1970 году. Коллекционер купил это произведение искусства в подарок своей жене, но через несколько лет картина была украдена, когда пара переезжала в новый дом. Давайте завершим наше путешествие с самой грандиозной и масштабной находкой. Местодействие – Турция. Вы живете в старом доме уже довольно длительное время и давно хотите сделать ремонт. Выбрасывая старые вещи, вы вспоминаете, что у вас есть подвал. Раньше он был вам совсем не нужен, но теперь вы решаете превратить его в комнату. Вы ломаете стену и обнаруживаете тоннель, который ведет под землю. Спустившись туда, вы с восторгом понимаете, что тоннель ведет не просто в секретную комнату, а в огромный подземный город. В 1963 году мужчина случайно обнаружил целый древний город, уходящий на глубину 18 этажей. Он мог бы вместить около 20 тысяч жителей, домашний скот и запасы продовольствия. И это не просто лабиринт тоннелей. Там были часовня, школа, конюшни, кухни и разные другие атрибуты цивилизации. Город был основан в византийскую эпоху более тысячи лет назад. Скорее всего, он был построен как убежище от стихийных бедствий и войн. Но самое интересное, что это не единственный подземный город. Он примыкает к другим тоннелям, которые тянутся на несколько километров. Вы знали, что в Эйфелевой башне есть настоящая маленькая квартира, в которой можно жить? Гюстав Эйфель спроектировал башню так, чтобы в ней осталось место для квартиры, в которой он мог бы поселиться на самом верху сооружения. Кстати, он оставил ее очень опрятной и со всей необходимой мебелью. В наши дни там находятся два манекена – самого Эйфеля и его знаменитого друга Томаса Эдисона. Эти апартаменты можно увидеть, если купить билет на вершину башни. На Трафальгарской площади находится самый маленький полицейский участок Лондона, заметить который очень трудно, поскольку он прячется под фонарным столбом. Этот участок был основан еще в 1926 году, чтобы полицейские могли находиться рядом с общественными митингами, которые там часто устраивались. Говорят, что раньше в нем даже была прямая телефонная линия со Скотланд-Ярдом. Сейчас он используется уборщиками для хранения своего инвентаря. На Центральном вокзале Нью-Йорка есть немало скрытых развлечений. Например, теннисные корты. Раньше в этом месте находилось много разных заведений – от студий звукозаписи до художественных галерей. Теперь оно известно как теннисный клуб Вандербильта и открыто для посещений. Как и Эйфель, продюсер Сэмюэл Лайонел Рокси Ротофель спроектировал для себя потайную квартиру в здании Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Эта квартира, которая теперь называется «Roxy Suit», была оформлена в стиле ар-деко. Шестиметровые потолки покрыты сусальным золотом, а стены обиты плюшем. В наши дни туда могут попасть только исполнители Radio City и вип-гости. Говорят, ее можно взять в аренду, но это очень дорого. В самом известном символе Рима – Колизеи – есть секретные подземные туннели. Древние римляне использовали эти проходы для диких животных – львов, тигров, слонов и медведей, которые участвовали в гладиаторских боях и других видах развлечений. Проходы открыты для посетителей с 2010 года, как и водопроводная система Колизея. Это был настоящий технологический прорыв для того времени, с питьевыми фонтанчиками и туалетами. Некоторые считают открытие этих секретных туннелей ошибкой. Они полагают, что все это очень плохо влияет на структуру строения. Ведь поток посетителей там просто огромный. Говорят, что в Empire State Building 102 этажа. Но это неверно. На самом деле, там есть секретный 103-й этаж. Подняться туда можно по потайной лестнице со 102-го этажа. Но на самом деле, попасть туда могут только инженеры здания. Ну, или какие-нибудь знаменитости. А еще 103-й этаж ведет к капсуле небоскреба, к знаменитому куполу здания. В одной из самых известных достопримечательностей Америки есть таинственная потайная камера. Если верить записям, за головой Авраама Линкольна на горе Рашмор есть секретное помещение. Оно предназначалось для хранения разных артефактов и таких документов, как Декларации независимости и Конституция. Теперь эти важные документы хранятся в другом месте, а комната и сегодня остается недоступной для публики. Кто знает, может, смотрители парка играют там в свои видеоигры? Великая пирамида Гизы, построенная между 2550-м и 2490-м годами до нашей эры, это последняя из оставшихся семи чудес Древнего мира. Предполагалось, что в ней захоронен египетский фараон Хеопс. В пирамиде была большая галерея, покои короля и королевы. Но недавно в ней была обнаружена потайная комната, которую назвали «Большая пустота». Длина комнаты – почти 30 метров. Ее основное назначение до сих пор остается предметом споров. Но некоторые археологи полагают, что она использовалась в качестве внутреннего пандуса, чтобы упростить постройку пирамиды. Замок Золушки – главная достопримечательность Диснейленда в Орландо, штат Флорида, в месте, которое называется «Волшебное королевство». В этом замке тоже есть потайная комната под названием «Люкс Золушки». Люкс делали для размещения самого Уолта Диснея и его семьи. Но Дисней скончался в 1966 году, и ему так и не удалось это увидеть. С момента окончательного завершения в 2006 году его открывали весьма ограниченное количество раз, и только для особых посетителей компании Дисней. Скрытые места есть не только на Центральном вокзале Нью-Йорка. В Италии есть Центральный вокзал Милана – второй по величине железнодорожный вокзал страны. Каждый день через него проходят 320 тысяч пассажиров. Но мало кто может заметить закрытые двери, которые ведут в королевский павильон – зал ожидания для королевской семьи. Павильон украшен мрамором в разных архитектурных стилях, королевскими символами и элегантной мебелью. Потайная комната есть даже в Статуе Свободы, и находится она в факеле. К сожалению, она закрыта для публики еще с 1916 года. В 2011 году на факеле установили камеру, чтобы люди могли наслаждаться панорамным видом в прямом эфире. Статуя Леонардо да Винчи, которая находится в римском аэропорту Фьюмичино, была открыта еще в 1960 году. Недавно ее реставрировали, и во время этого процесса один из рабочих сделал удивительное открытие. В середине статуи, на высоте около 9 метров, он обнаружил небольшое отверстие. После того, как его осторожно расширили, из внутренней полости извлекли два пергамента. Написанный на классической латыни, первый документ рассказывал об истории места, где сейчас находится аэропорт, а в другом был список людей, которые присутствовали на открытии статуи. В Верховном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия, есть секретное место, где клерки, полицейские и другие сотрудники Верховного суда в свободное от службы время могут поиграть в баскетбол. Суд на верхнем этаже здания в шутку прозвали «высший суд в стране». Диснейлендовский клуб «33» находится на площади Нового Орлеана в тематическом парке в Анахайме, штат Калифорния. В нем состоит всего 500 членов. Он был открыт в 1967 году для знаменитостей, политиков и спонсоров. Декорации предоставил сам Уолл Дисней и его жена. За право вступить в клуб нужно заплатить 25 000 долларов. А еще есть ежегодный взнос в размере от 12 до 25 000 долларов. Вход в клуб заметить непросто. Он спрятан за дверным проемом с единственной золотой табличкой, на которой выгравирован номер 33. В 2014 году клуб реконструировали и вход перенесли в еще более секретное место. Но старый вход все еще находится на своем прежнем месте. В библиотеках Нью-Йорка тоже есть потайные помещения. Раньше в них проживали сотрудники со своими семьями. Такие места есть во многих городских библиотеках. В наши дни большинство таких комнат просто превратили в склады. Некоторые из них открыты для посещения. Например, те, которые попадают под проект реконструкции квартир в районе Вашингтон-Хайтс за 4,5 миллиона долларов. Одно из старых и пыльных помещений площадью 350 квадратных метров было переделано в центр для подростков и в технопарк с образовательными программами для взрослых. Круто! 10 апреля 1912 года лайнер «Титаник» отплыл от берегов Англии. Это был не обычный корабль, а крупнейший лайнер того времени. Его длина составляла 270 метров, почти три футбольных поля. А высота от корпуса до верхушек дымовых труб внушительные 53 метра. Это размер 17-этажного здания. «Титаник» строился три года тремя тысячами рабочих. Но спустя 4 дня своего первого плавания в 23.40 корабль столкнулся с айсбергом и ушел под воду Атлантического океана. Корабль затонул за 2 часа 40 минут. Из более чем 2200 пассажиров и членов экипажа на борту выжили всего 706 человек. Обломки, скрывающие множество секретов в ледяных водах Атлантики, оставались затерянными еще 73 года. И если бы не один человек, посвятивший всю свою жизнь морским исследованиям, гигантский корабль намного дольше оставался бы затерянным. Этого человека звали Роберт Баллард. В детстве Баллард был одержим океаном. Он увлекся им, когда ему было всего 12. Именно тогда он и посмотрел экранизацию научно-фантастического романа Жюля Верна «20 000 лье под водой». В ней было все, чтобы разжечь воображение юноши, от приключений и необычных существ до мощного подводного судна Наутилус. На нем можно было путешествовать по всему миру. С тех пор будущее Балларда больше не было связано с сушей. В 23 года он устроился в компанию, занимающуюся глубоководными исследованиями. Он помогал в разработке техник исследования океанического дна. Его крупнейшим достижением было создание «Алвина» Маленькой субмарины, вмещающей три человека. Ее отличала внешняя механическая рука, разработанная для сбора подводных образцов и позволяющая экипажу оставаться в безопасности. «Алвин» быстро доказал свою эффективность в выполнении различных задач. Например, однажды его использовали для поиска воздушного судна, упавшего в море. Однако судно столкнулось и с рядом неудач. Один раз его атаковала рыба-меч, из-за чего аппарат быстро всплыл на поверхность. Правда, позже рыбу, застрявшую во внешней оболочке подлодки, съели на ужин. В октябре 1968 года, когда аппарат опускали в воду, удерживающие его тросы сорвались, и судно упало в океан вместе с тремя членами экипажа на борту. Поскольку небольшое судно все еще было открыто, оно тут же заполнилось водой и быстро начало тонуть. К счастью, команде удалось выбраться, но «Алвин» ушел ко дну. Многочисленным попыткам вернуть судно препятствовали плохие погодные условия. Его подняли на поверхность только на следующий год. Со временем «Алвин» усовершенствовали. Корпус судна укрепили титаном, увеличив глубину его погружения и сделав более приспособленным для исследования океана. Необычная подлодка пригодилась во многих экспедициях Балларда, которых было более сотни. Он стал одним из первых, кто исследовал подводный североатлантический хребет в Атлантическом океане. А найдя в конце 70-х гидротермальные источники в Галапагосском ущелье, он помогал в изучении процесса хемосинтеза – химического синтеза пищевой энергии, которым пользуются бактерии. Но величайшее исследование было еще впереди. Баллард говорил, что никогда не был фанатом «Титаника». Но наблюдая за терпевшими неудачи другими исследователями, он стал одержим желанием найти корабль. Он говорил, что в то время «Титаник» был как гора Эверест. Многие пытались покорить его. Многие, как он думал, могли преуспеть и должны были, но у них не получалось. Баллард начал думать о поисках корабля еще в 73-м году. Около четырех лет спустя он сделал первую попытку, используя глубоководное судно Sea Probe, оснащенное камерами и гидролокатором. Но ему пришлось отступить, когда буровая труба сломалась. Просто время еще не пришло. В начале 80-х техасский нефтяник Джек Гримм трижды пытался найти обломки «Титаника». Однажды Гримм был прямо над ним, но его оборудование не обнаружило корабль. Вот, что называется, не повезло. Баллард ждал подходящего момента. Ему нужен был план и помощь. Первая проблема — опуститься на дно Атлантики. Раньше он погружался лишь на 6000 метров, и весь процесс занял у него три часа без учета времени на возвращение. Баллард знал, что может использовать Алвина, оснащенного титановым корпусом и способного выдержать давление океана. Но еще ему нужно было что-то, что позволило бы не опускаться вниз вместе с аппаратом. В идеале — непилотируемый аппарат дистанционного управления, но сначала его надо было создать. Баллард обратился к властям для финансирования его проекта, и хотя чиновники не были заинтересованы «Титаником», они согласились помочь. Ах да, было одно условие. Сначала Баллард должен был заняться поиском субмарин «Трэшер» и «Скорпион», затонувших в Атлантическом океане в 60-х. Власти надеялись изучить их, чтобы понять, почему они затонули. Еще они хотели узнать, можно ли их восстановить или оставить на дне океана. Только успешно выполнив эту задачу, Баллард мог использовать оставшееся время на поиски «Титаника». Не имея других вариантов финансирования, Баллард принял предложение. Он принялся за работу. Сначала он создал два новых устройства. Аппарат «Арго» — непилотируемые глубоководные буксируемые салазки. Был оснащен несколькими камерами. Он предназначался для создания снимков и видеозаписей. Он мог работать на глубине до 6000 метров и исследовать около 98% океанического дна. Предполагалось, что «Арго» будет привязываться к лодке, и она будет тянуть его за собой. Его камера должна была передавать изображение на поверхность. Вторым устройством был небольшой роботизированный аппарат «Джейсон Джуниор». Им тоже управляли удаленно, что позволяло экипажу внутри подлодки вроде «Алвина» подбираться ближе к подводным объектам и фотографировать их. Теперь Баллард был готов. Он знал, что должен скорее найти эти субмарины. Это не заняло у него много времени. К его облегчению поиски были быстрыми, и он смог выполнить свои обязательства с запасом в 12 дней. Имея почти две недели на поиске «Титаника», он приступил к исследованию океана. Он сосредоточил поиски близ Ньюфаунленда в Канаде, протаскивая «Арго» вдоль дна океана и анализируя полученные снимки. После двух безуспешных дней он нашел расплющенные листы корпуса и паровой котел. Неужели это оно? На следующий день был обнаружен нос корабля. 1 сентября 1985 года Баллард с товарищами осознали, что наконец нашли корабль. Это открытие вызвало бурю эмоций. Баллард был счастлив первым найти последнее пристанище «Титаника», но также его охватило чувство скорби за тех, кто пострадал, когда корабль ушел на дно. Следующие четыре дня команда исследовала обломки. Она нашла мачту, с которой впервые был замечен айсберг. Кроме того, появилось доказательство того, что массивное судно разломилось надвое перед потоплением. Команда нашла обе половины корабля. Там была мебель и посуда. Еще, как ни прискорбно, по дну океана были разбросаны кожаные ботинки тех, кто не сумел спастись. Баллард преуспел там, где другие потерпели неудачу и мгновенно стал знаменит во всем мире. Можно подумать, что нахождение «Титаника» было бы достаточно для славы, но только не для Балларда. В 2019-м он взялся за разгадку еще одной загадки – исчезновение Амелии Эрхард. Эрхард хотела стать первой женщиной, облетевшей весь мир. К сожалению, в 1937 году она пропала где-то над Тихим океаном. Ни она, ни ее самолет так и не были найдены. Баллард надеялся, что успех с «Титаником» поможет ему найти место падения Эрхард. Но членам его экспедиции ничего не удалось найти. И хотя Роберт Баллард нашел больше затонувших судов, чем кто-либо другой, это лишь верхушка айсберга. Согласно подсчетам, в океане более трех миллионов затонувших судов. Баллард обнаружил только 100 из них. Сейчас ему уже почти 80 лет. Он надеется вдохновить молодых людей на продолжение его деятельности по исследованию океана. В 1989 году он основал проект, вдохновляющий учеников начальных классов заниматься наукой, технологиями, инженерией и математикой. Еще он владеет исследовательским судном «Наутилус», названным так в честь подлодки из романа «Жюля Верна», достойная дань уважения истории, вдохновившей его карьеру. Может ли зернышко пыльцы изменить мир? Ну, именно так и случилось. В 1727 году Роберт Броун, главный ботаник Англии, еще до Чарльза Дарвина, изучал опыление растений и заметил, что под микроскопом происходит что-то странное. Крупинка пыльцы покачивалась в капли воды. Броун долго наблюдал в микроскоп за зернышком пыльцы, которая так и не останавливалась. Оно продолжало трястись и содрогаться. В этом не было никакой закономерности, просто случайное, непрерывное зигзагообразное движение. Он не мог понять, в чем дело, и попытался разобраться. Броун изменил температуру капли, в которой находилось зерно пыльцы. Он ее охладил. Покачивания уменьшились. А после нагрева зернышко закрутилось еще сильнее. Броун написал об этом статью. И никто из прочитавших эту статью тоже не смог понять причину таинственного броуновского движения. Она была невидимой, и наука зашла в тупик. Было предположение, что пыльцу заставляет двигаться энергия воды, но доказательств не было, а без них все это не наука, а научная фантастика. И так как не удалось получить данные, почему зернышко пыльцы продолжало колебаться, ученые решили об этом просто забыть? Загадка оказалась для них слишком сложной. Следующие 75 лет наука игнорировала необъяснимую проблему зигзагообразного движения пыльцы. До тех пор, пока на это не обратил внимание Альберт Эйнштейн. Должно быть какое-то объяснение тому, что эти зерна пыльцы совершают такие движения. Я поставлю стакан воды на стол, положу туда зерна пыльцы из цветка, и мы посмотрим, что происходит. Невидимые явления могут быть фундаментальными, гравитация, магнетизм и что бы там ни было еще. Ах, но что, если это не невидимая энергия, о которой мы, физики, никогда раньше не слышали? Чем проще, тем лучше, всегда говорю я. Может быть зерно не танцует, а его что-то толкает, и это что-то настолько мало, что его невозможно увидеть даже в микроскоп. Ах, нужно подумать. Чтобы составить формулу, сначала нужно понять, что я хочу решить. Если можно предсказать расстояние, на которое переместится зерно, то можно рассчитать силу его невидимых толкателей, но раз это движение случайно, мое утверждение должно быть относительным для всех условий. Все относительно. Ага, я начинаю видеть формулу, которая уже проступает на моем экране. Ах, экранов тогда еще не было, они появятся позже. Где мой карандаш? Ага, вот что я придумал. Разве это не прекрасно? Проявив свой блестящий гений в объединении большого разнообразия физических формул, Эйнштейн показал, что частица, которая двигалась случайным образом, будучи взвешенной в воде, подчинялась законам Ньютона. Роль играли вязкость воды, температура воды, расстояние, на которое перемещалась частица масса и размер отдельного зерна пыльцы, его скорость и продолжительность времени движения. Новый статистический подход Эйнштейна к механике жидкости позволил с помощью вычислительного сокращения получить массу одной молекулы воды H2O и в итоге атомов водорода и кислорода. Броуновское движение было объяснено, и Эйнштейн открыл 20-й век миру атома. Хаотично дергающиеся зернышко пыльцы указало путь к доказательству атомов. Да, это зерно заслужило Нобелевскую премию. Статистический анализ случайных событий стал важным инструментом в разных научных областях. С пониманием броуновского движения случайных колебаний наука могла получить количественное представление о погодных явлениях, теории игр, транспортном потоке, фондовом рынке, даже о функционировании человеческих клеток. Вот лишь несколько применений статистической теории Эйнштейна, и все благодаря зернышку пыльцы. Но была еще одна странность, о которой наука предпочла забыть и которая привлекла внимание Эйнштейна. Планета Меркурий вытворяла что-то необъяснимое. Более чем за 200 лет до начала 20-го века сэр Исаак Ньютон опубликовал свой закон всемирного тяготения. Вообще его следует называть теорией тяготения Ньютона, а не законом, потому что Эйнштейн собирался заменить тяготение Ньютона своей новой теорией гравитации, как только разгадает необъяснимую тайну орбитальной особенности планеты Меркурий. Ньютон открыл формулу гравитационного притяжения между двумя массами. Благодаря математическому объяснению Ньютона наука узнала, почему планеты вращаются вокруг Солнца. До Ньютона наука знала лишь, что планеты вращаются вокруг Солнца, но не знала почему. Астрономы вслед за Ньютоном принялись вычислять орбиты известных планет в соответствии с его теорией и сверять свои расчеты с наблюдениями за планетами в телескопы. Вот только Меркурий сотрудничать не желал. Эта планета не соответствовала математической формуле В первые годы после Ньютона в 1750-е и далее было известно лишь шесть видимых планет Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн. Никаких других планет или астероидов в то время с помощью телескопа еще не обнаружили. А затем произошло нечто действительно необычное, чему наука до сих пор не нашла объяснения. В конце 1760-х и начале 1770-х годов два немецких астронома опубликовали простой числовой ряд, в котором были указаны орбитальные траектории всех известных планет и некоторых неизвестных. Иоганн Дэниэль Тициус и Иоганн Элерт Боде представили такую математическую серию. Добавьте число 4 к каждому из следующих чисел в этой прогрессии. 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, а затем разделите каждую сумму на 10. Вуаля! Вы получите орбитальные траектории планет Солнечной системы в астрономических единицах. Расстояние от Земли до Солнца — это одна такая единица. Полезное округление и удобный стандарт измерения. Земля — третья планета, поэтому беременность третье число серии — 6, прибавляем 4 и делим на 10. Получаем одну астрономическую единицу, называемую АЕ. Давайте попробуем с Юпитером. Это число 48 в серии Тициуса Боды. 48 плюс 4 будет 52. Делим на 10 и получаем 5,2 АЕ. На таком расстоянии от Солнца пролегает орбита Юпитера. Работает ли это для Сатурна? Давайте узнаем. 96 плюс 4 будет 100. Делим на 10 и получаем ровно 10 АЕ. Сатурн в 10 раз дальше от Солнца, чем Земля, вот здесь. Правило Тициуса Боды работает. Схема верна. Астрономы обратили внимание на цифры между Марсом и Юпитером и за Сатурном. Серия Тициуса Боды вдохновила Уильяма Гершела на поиск и открытие планеты Уран в 1781 году. И Джузеппе Пьяцци на открытие Цереры в 1801 году. Это удивительно точная числовая прогрессия. Сегодня правило Тициуса Боды используется для прогнозирования положения спутников Сатурна и Урана и даже для указания положения экзопланет вокруг других звезд. Но никто не знает, почему оно работает. Похоже, это хорошая загадка для молодых Эйнштейнов, которую пора разгадать. Но что там с Меркурием? Меркурий не поддавался вычислению с помощью ньютоновского закона тяготения. Перигелия орбиты Меркурия, место, где планета находится ближе всего к Солнцу, каждый год продвигался немного вперед. Это было заметно и не учитывалось формулой Ньютона. Если только во внутренней Солнечной системе не было другой планеты, влияющей на орбиту Меркурия. Начались ее поиски. Расчеты ее возможной орбиты были объявлены всему миру. Ей даже придумали имя — вулкан. Телескопы всего мира обшаривали небо на рассвете и на закате в поисках вулкана. Но внутри орбиты Меркурия так ничего и не нашли. Вулкана не существовало. Извините, мистер Спок. Наука снова зашла в тупик. Аномальное смещение перигелия Меркурия оставалось необъяснимой загадкой более 50 лет. Но однажды Эйнштейн пил кофе в уличном кафе со своим коллегой по патентному бюро в швейцарском Берне. Микеле Бессо был одноклассником Эйнштейна и остался его другом на всю жизнь. Мне не нравятся вещи, которые не сходятся. Мне тоже, Альберт. В прямом смещении перигелия Меркурия что-то не сходится. Пожалуйста, передай мне сахар. Ну, это не вулкан. Ха-ха-ха. Нет, не вулкан. Но что же тогда? Альберт, ты продолжаешь решать проблемы с помощью физики. Почему бы не воспользоваться инженерным подходом? Что ты имеешь в виду? Если взглянуть на солнечную систему как на физическую конструкцию, можно найти ответ. Хорошо, Микеле. Я весь внимание. Если провести пальцем по краю пустой чашки, путь будет круговым. А если засунуть эту салфетку в чашку и сделать конус, вот так, то эллиптическая орбита внутри конуса будет двигаться вперед. Боже! Пространство не плоское! Официант, принесите Микеле еще одну чашку кофе. Придется сделать кучу новых вычислений, Альберт. О, да. Мне пора идти. Официант, подержите чашку кофе. До встречи, Микеле! Ха-ха. Пока, Альберт. Увидимся. Когда Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности в 1905 году, он поблагодарил Микеле Бессо за неоценимый вклад. Недавно письма, которыми Микеле Бессо и Эйнштейн обменялись за годы до того, как Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности в 1915 году, были проданы на аукционе за 13 миллионов долларов. Так что берегите свою переписку с лучшим другом. Когда-нибудь она может стать ценной. Здравствуйте, уважаемые посетители! Добро пожаловать на выставку необъяснимого. Но берегитесь, вас ждет леденящий душу опыт. Эти фотографии напугали бы даже ведьму Сабрину. Итак, если вы готовы нырнуть в тоннель странностей, давайте начнем! Первая фотография перенесет вас в Белфаст, начало 20 века. На ней изображены 15 женщин, работавших на льняной фабрике. Если посчитать, сколько рук у 15 человек, то должно получиться 30, верно? Но посмотрите внимательно на фотографию. И вы увидите, что на ней есть лишняя рука, которая не принадлежит ни одной из женщин. Все женщины стоят рядами, скрестив руки на груди и спрятав кисти под мышками. Есть только одно исключение. Это дама во втором ряду, у которой одна рука лежит на бедре, а другая опущена на бок. Да она бунтарка! Но загадочная рука, похожая на клешню, не принадлежит ни ей, ни ее соседкам. Она лежит на плече девушки с другой стороны того же ряда. Там нет никого другого, кому бы могла принадлежать эта рука. Это старое фото впервые появилось в интернете 29 апреля 2016 года. Его прислала на один из сайтов женщина по имени Линда, которая опознала в девушке с рукой на плече свою бабушку Эллен Доннелли. Но она понятия не имела, кому может принадлежать эта рука. Нет никаких признаков того, что фотография была изменена цифровыми средствами. Так откуда же взялась одинокая рука? Фотошопа тогда еще не существовало. Но это не значит, что фотографы никак не редактировали свои снимки. Добавить лишнюю руку на фотографию было не так просто. Но можно было удалить ненужные предметы или людей, просто вырезав их ножницами. Затем фотографы дорисовывали карандашом или углем то, что хотели видеть на снимке. Они также могли объединить несколько негативов для создания единого изображения. Есть еще один ответ на вопрос, откуда могла взяться рука. Несмотря на то, что в начале 20 века уже существовала мгновенная фотография, некоторые фотографы все еще использовали технику длинной выдержки, чтобы делать снимки. Поэтому вполне возможно, что во время съемки дама сзади сначала положила руку на плечо Эллен, а затем решила скрестить руки. Таким образом, пугающее фото могло стать результатом длинной экспозиции. Маловероятно, что вещь, рука, которая жила с семейкой Адамс, устроила фотобомбу. На нашей второй фотографии вы видите молодую женщину, которая держит между ладонями светящуюся субстанцию. Это может заставить вас поверить, что магия реальна. Жаль вас разочаровывать, но это не свидетельство того, что заклинание Экспилиармус работает. Женщина на фотографии уроженка Франции Марта Беро, которая позже взяла псевдоним Ева Карьер. Она жила между 1886 и 1943 годами. Она была медиумом-мошенником. Женщина утверждала, что обладает экстрасенсорными способностями, которые позволяют ей общаться с людьми, перешедшими на другую сторону, и заставлять их духи материализовываться во время сеансов. В то время медиумы-мошенники проводили сеансы по стандартной процедуре. Они заходили в шкаф, установленный в комнате, и делали вид, что им нужно сосредоточиться. Затем они могли использовать свои способности на полную мощность, чтобы генерировать эктоплазму. Вне контекста клеточной биологии, словом «эктоплазма» обозначает воображаемую субстанцию, которая выходит из тела медиума. Она может принять форму лица, руки, или даже всего человека, которого вызывают к жизни. Ева Карьер использовала жеваную бумагу и вырезанные из журналов и газет лица для создания фальшивой эктоплазмы. На этой ее фотографии, сделанной в 1912 году немецким исследователем парапсихологии Альбертом фон Шрэнк-Ноцингемом, она изображена во время одного из таких обманных сеансов. Но знание всей истории не меняет того факта, что фотография внушает трепет. Поэтому, пожалуй, не так удивительно, что женщина смогла убедить сэра Артура Конан-Дуэля, автора серии рассказов о Шерлоке Холмсе, в том, что она настоящий медиум. Но вы будете рады узнать, что она не смогла обмануть иллюзиониста Гарри Гудини, который, в отличие от сэра Артура Конан-Дуэля, считал ее выступления не более чем фокусами. Эти совы на третьей фотографии не совы из Хогвартса. И они здесь не для того, чтобы передать вам письмо. Это фото было сделано в 20-х годах прошлого века возле Манчестерской средней школы, которая была основана еще в 1515 году человеком по имени Хью Олдхэм. И именно из-за него эти люди во время шествия одеты в странные костюмы. Хью Олдхэм родился в Манчестере. Он не стал серьезным ученым, несмотря на то, что посещал Оксфордские и Кембриджские университеты. Однако он состоял на королевской службе и благодаря своим административным способностям был удостоен важных титулов. Он смог достичь высоких постов и стать влиятельной фигурой. Кроме того, он заработал много денег, которые впоследствии использовал для финансирования школы. Девизом школы Олдхэма, который написан на ее гербе, является латинская фраза «Solere Aude», что в переводе означает «Дерзай знать». И по сей день школа придерживается этого девиза. Но сова не символизирует мудрость, как вы могли бы подумать. Сова на гербе Манчестерской школы талисманом и школы, и города в честь отца-основателя. В общем, ничего зловещего и странного на этой фотографии не происходит. А как насчет чего-нибудь милого и одновременно жуткого? На четвертой фотографии изображен невинный малыш, глаза которого буквально кричат «Помогите мне!» Но не волнуйтесь, это не бугемен его держит. То нечто, на чем он сидит, на самом деле его мать. Такие фотографии называются «Спрятанная мать», и они были очень распространены в викторианскую эпоху. В 1840-х годах люди могли фотографироваться только с помощью дагератитной камеры. Первые камеры, доступные для коммерческого использования. Время экспозиции этих камер составляло от десятков секунд до нескольких минут. Чтобы снимок был четким, нужно было оставаться неподвижным в течение всего этого времени. Как вы можете себе представить, детям было сложно так долго не шевелиться. Им нельзя было просто сказать «Прими позу!». Собственно, так и родилась техника «Спрятанная мать». Дети фотографировались в присутствии своих матерей, но маму нужно было спрятать в кадре. Для этого женщин часто прятали за занавесками, под плащами или одеялами, или маскировали под кресло. Иногда фотографы удаляли части фотографий, на которых были видны мамы. На что только не шли матери ради удачных детских фотографий. И, кстати, идут по сей день. Некоторые фото получались неплохими, но некоторые выглядели кошмарно. Эта практика использовалась вплоть до 1920-х годов. Когда камеры ускорились, мамы перестали прятаться. По крайней мере, до тех пор, пока люди не придумали фотобомбинг. Согласно легенде, гном по имени Фафнир славился своей силой и храбростью, поэтому ему доверили честь охранять королевство. Известно, что гномы собирали много богатств, поэтому дополнительная охрана была просто необходима. Ведь они жили в доме, сделанном из золота и драгоценных камней. Но у Фафнира был еще один особый талант. Он мог менять облик. Обманутый Локи, норвежским богом хитрости и коварства, Фафнир оказался во власти жадности и блеска сокровищ своего отца. Он решил, что не хочет делиться ими даже с отцом или братьями. Он украл их и в одиночку убежал туда, где его трудно будет найти, в середину пустыни. Чтобы защитить свое богатство, Фафнир превратился в дракона. Его новый облик напоминал огромную змею, мощную и страшную. На этом его магические способности не закончились. Поскольку дракон не мог летать, он распространил яд по всему своему новому дому, так что ни у кого покусившегося на золото не было шансов выжить. Однако вскоре Фафнира победил молодой герой по имени Сигурд. Легенда о Фафнире пытается объяснить, почему семья важнее жадности. Она также показывает, какими магическими способностями обладают драконы. Но главное, это отличный пример того, как драконы появились в наших сказках. И это лишь одна из многих историй, в которых упоминаются драконы. Достаточно включить телевизор или заглянуть в любой книжный магазин, и вы обязательно наткнетесь на драконов. Разновидности драконоподобных существ описаны в историях со всего мира, от Азии до Северной Европы. Большинство этих существ изображаются с телом, похожим на тело рептилии, крыльями и когтями. И самая страшная их особенность, они могут выдыхать огонь. Название этих существ происходит от латинского слова «драконим», что переводится как «огромный змей». Давайте совершим экскурс в прошлое, чтобы узнать, как все начиналось. Один азиатский историк, например, в IV веке до н.э. обнаружил окаменелости и решил, что наткнулся на драконов. Легко понять, почему он так подумал, если взглянуть на окаменевшего стегозавра. Он был 9 метров в длину, 4 метра в высоту, с бронированными пластинами и шипами. Нильских крокодилов тоже могли принять за драконов. Они существуют и сегодня, и обитают в Африке к югу от Сахары. Но, возможно, в древние времена они были больше распространены. В зрелом возрасте нильские крокодилы могут достигать 5 метров в длину. И это еще не все. Они способны ходить, оторвав тело от земли. А иногда их даже изображали стоящими на двух задних ногах. Песчаные вараны – драконоподобные ящерицы, обитающие в Австралии. Они крупные, с острыми, как бритва зубами и когтями, и даже вырабатывают яд. Легко понять, почему песчаные вараны стали источником австралийской версии драконов. Когда в далекие времена люди впервые обнаружили кости кита, они даже не подозревали, что такие гиганты живут в море. Учитывая размеры, их, конечно же, посчитали опасными. Мы сейчас редко видим китов, если, конечно, не погружаемся под воду. А тогда их просто спутали с мифическими драконами. Вероятно, самый интересный источник мифологии драконов – это человеческий мозг. В книге под названием «Инстинкт дракона» есть теория, которая утверждает, что драконы существовали почти во всех древних культурах, потому что бояться крупных хищников нас учила эволюция. Это помогало нам выжить. Мы не единственные млекопитающие, которым это свойственно. Так обезьяны испытывают врожденный страх перед змеями и большими кошками. Если объединить эти природные особенности с фольклором, можно получить множество историй о драконах, адаптированных к каждому региону. Рептилии с магическими способностями придумали еще во времена зарождения человеческой цивилизации. Я говорю о древней Месопотамии. Тогда люди верили во всевозможных существ. Но главным их духом был Мардук, покровитель города Вавилона. Если вы посмотрите на произведения искусства тех времен, то увидите, что Мардук изображался вместе со змееподобным драконом. Он мог быть как добрым, так и мстительным, в зависимости от того, в каком он был настроении. Если вы захотите записаться в драконы, на собеседовании вас в первую очередь спросят, умеете ли вы дышать огнем. Ученые пытались разобраться, как драконы могли бы выдыхать огонь, не повреждая горло. Для этого они изучили жука-бомбардира. Это эксцентричное насекомое, способно накапливать в своем брюхе очень горячие вещества. Когда жука что-то беспокоит, он выбрасывает огненный заряд химикатов. По правде говоря, эта штука не совсем огонь, но она жжет, так что это уже близко. Теоретически у драконов в горле могли бы быть подобные железы. Но откуда взялись драконы? Они не появились из ниоткуда, независимо от того, к какому источнику вы обратитесь. В некоторых сказаниях, например, о Фафнере, говорится, что люди могут превращаться в драконов. Но самая популярная теория гласит, что драконы появляются из яиц. Некоторые источники даже описывают ряд этапов, через которые должен пройти дракон в течение своей жизни. Сначала он вылупляется. Считается, что драконы прогрызают себе путь из скорлупы и разрывают ее. Затем наступает стадия вирмлинга. Так специалисты по драконам или, если хотите, драконологи, называют только что вылупившегося дракончика. Он еще маленький и слабый, но не волнуйтесь, он может позаботиться о себе. Остальные стадии жизни дракона довольно очевидны. Есть взрослые драконы, а есть древние. Жизнь дракона заканчивается, когда он достигает сумеречной стадии. Некоторые источники утверждают, что драконы никогда не перестают расти. Другие даже говорят, что они никогда не достигают конца своей жизни. Они просто переходят в другой вид духовного существования. Драконы символизируют множество разных вещей. Все зависит от их происхождения. В некоторых регионах Азии они, как известно, приносят удачу, власть и богатство. Чтобы стать могущественным воином в Британии, нужно сначала победить дракона. Именно поэтому их часто можно увидеть на флагах. На флаге Уэльса, например, изображен большой красный дракон на зелено-белом фоне. Западные истории не так добры к драконам. Их часто считают злыми и мстительными. Еще один миф, связанный с драконами, гласит, что они обожают золото и драгоценные камни. Эта черта их характера, по-видимому, восходит к Древней Греции, где драконам поручали охранять сокровища. Драконов-охранников можно встретить в современных произведениях, например, в Хоббите или Саге о Гарри Поттере. Магические способности драконов также сильно различаются. В некоторых из них кровь обладала сверхъестественными способностями. Другие, по слухам, умели говорить. Третьи славились своей мудростью. Многие драконы в древней литературе могли летать или перевоплощаться, даже в людей. Некоторые реальные существа получили свои имена благодаря сходству с драконами, например, стрекоза по-английски называется драконья муха. Она получила свое название из фольклорных сказаний, поскольку европейцы в средние века считали ее злым насекомым. Стрекоз обвиняли в некоторых действительно неприятных вещах. Например, в том, что они кусают людей в глаза и рот. Но больше всего на мифических драконов похожа рептилия под названием летучий дракон. Летучих драконов можно встретить в лесистой местности Юго-Восточной Азии. У них нет крыльев как таковых, но часть их ребер удлинена, чтобы поддерживать дополнительную кожу, которая позволяет им скользить по воздуху между деревьями. Эти крылья ярко окрашены и контрастируют с их коричневым телом. Подумайте вот о чем. Почти в любой точке мира вы сможете выпить чашечку кофе. Но как на Земле кофе стал таким популярным среди нас, людей? И что нужно сделать, чтобы кофе прошел весь путь от зернышка до восхитительного напитка в наших чашках? Познакомьтесь с Карлой. Она из бразильской семьи, владеющей одной из самых успешных кофейных ферм в мире. Она покажет нам ферму и расскажет о процессе производства кофе. Кстати, вы вообще знаете, что такое кофе? Кофе это фрукт. Он растет на кустарнике среднего размера, известном как кофейное дерево. Они расположены здесь повсюду. Сам плод называется вишней, потому что он красного цвета. Карла часть команды, которая собирает вишни вручную, поскольку они созревают в разном темпе. Она ходит с большой корзиной ручной работы и собирает до 25 килограммов вишни каждый день. Если она собирает вишню все утро, то потом делает паузу, чтобы съесть что-нибудь сладкое и выпить первую за день чашку кофе. Карла, как и я, и, вероятно, вы, является частью одного миллиарда людей во всем мире, которые любят пить кофе. Это означает, что у нас есть что-то общее. Разве это неприятно? Карла будет пить свой кофе, сидя на прекрасном балконе с видом на красивые горы Минос-Жерайс. Это один из крупнейших регионов Бразилии по производству кофе. Ее семейная ферма работает зернами арабики. Именно такие зерна обычно продаются в местных специализированных кофейнях. Это зерна высшего качества с более насыщенным вкусом, чем у на высоте 1200 метров над уровнем моря. Для их созревания необходимы большие высоты и более сухой климат. К счастью, на ферме Карла для зерен арабики есть все необходимое. Высокогорье позволяет кофе иметь более насыщенный вкус, поскольку кислорода в этих регионах меньше и кофейным деревьям требуется больше времени для роста и развития. Как любитель кофе, Карла любит пробовать разные сорта кофе каждую неделю, покупая их у других производителей по всему миру. В ее кладовой есть кофе из Уганды, Эфиопии, Индонезии, Гватемалы, а также из других регионов Бразилии. В конце концов, каждый регион производит кофе с уникальным вкусом. Способ заваривания также влияет на вкус, но дегустацией мы займемся позже. Семья Карлы начала работать с кофе в 20 веке. Звучит не так давно. В любом случае, сам кофе намного старше этого времени. Он был открыт в Эфиопии еще в 15 веке. После того, как эфиопы стали варить его и обнаружили, что напиток обладает тонизирующими свойствами, они начали продавать товар в соседние страны. Неизвестно, кто открыл кофе, но легенда гласит, что это был горный козапас. Он заметил, что козы едят красную вишню, которая заряжает их энергией, и решил попробовать ее сам. только в 17 веке кофе попал в Европу благодаря голландским купцам. Именно они и основали первые кофейни в Европе. Они располагались в Амстердаме. Но после этого культура кофе быстро распространилась по всему западному миру. Сегодня крупнейшим потребителем кофе в мире являются Соединенные Штаты. только в одном Нью-Йорке ежедневно выпиваются миллионы чашек кофе. Теперь вернемся на ферму Карлы. Следующий этап производства кофе заключается в извлечении зерен из вишен. Самое главное в нем не навредить вкусу кофе. Поэтому есть два способа сделать это. Один из способов так называемая промывка. Именно ей и занимается Карла. А другой известен как естественный процесс. После сбора вишни Карла моет зерна так, как учил еще ее прадедушка. Сначала она помещает вишню в мокрую мельницу. Эта машина отделяет косточки, а ниже кофейные зерна от плодов. Вода важная часть этого процесса, поскольку она помогает отделить хорошие зерна от плохих в зависимости от их плотности. Спелые зерна тяжелее, поэтому они опускаются на дно. Промытое кофейное зерно сохраняет все первоначальные характеристики зерна, придавая ему более насыщенный вкус. Затем зерна должны пройти ферментацию в течение одного-двух дней. Как и в случае с сыром или шоколадом, именно в этот момент кофе приобретает свой богатый и сложный вкус. Некоторые фермы ферментируют кофейные зерна более 30 дней. Это так называемый естественный процесс. Если вы выберете кофе, прошедший его, то зерна будут очень ферментированными, с сырным привкусом, но не в плохом смысле. Помните, мы говорили, что лучшие кофейные фермы расположены в сухом климате? Это потому, что Карли нужно оставить несколько тонн кофе сушиться на открытом воздухе, прежде чем она продолжит процесс. И нет, зерна еще не готовы к употреблению. Они будут сушиться три недели, и Карла будет регулярно перемешивать их, чтобы все зерна высыхали равномерно. Наконец, зерна переходят к стадии обжарки. Именно тогда кофе жарится, или, лучше сказать, запекается. Когда вы заходите в кофейню, вы видите коричневые зерна, верно? Но это не их первоначальный цвет. Кофейные зерна обычно зеленоватого цвета, а коричневый цвет они приобретают только в процессе обжарки. Можно с уверенностью сказать, что обжарка кофе это целая наука, требующая точности. Зерна обжариваются при очень высоких температурах от 180 до 250 градусов, так что обжарщики должны быть очень осторожны, чтобы не пережарить и не сжечь целую партию кофе. Поскольку килограмм сырого спешалити кофе может стоить до 20 долларов, при обжарке нет права на ошибку. Когда вы в следующий раз увидите кофе светлой обжарки, помните, что этот процесс подчеркивает сладость и цветочные нотки, в то время как темная обжарка придает кофе более шоколадный оттенок. Некоторые страны намеренно пережаривают свои кофейные зерна, но это культурная особенность. Итальянцы любят очень темную обжарку, поэтому в их местных кофейнях часто можно попробовать почти сжженный эспрессо. Но именно любовь итальянцев к крепкому МОКО. Она была изобретена около 1933 года и представляет собой мини-эспрессо машину. Этот метод домашнего приготовления, который позволяет получить напиток, похожий на эспрессо, но в более мягком варианте. Не все производители кофе обжаривают собственный кофе. Многие фермы продают свои зеленые зерна на заводы по обжарке. И, возможно, ваша любимая местная кофейня также самостоятельно обжаривает кофе. Так что вы всегда будете получать максимально свежий напиток. На фермы Карлы также занимаются обжаркой. Для того, чтобы определить, какой кофе продавать, работники фермы проводят так называемую пробу каппинг. Молотые зерна погружают в воду. И профессиональные дегустаторы оценивают вкус, аромат и вкусовые качества кофе, чтобы определить его качество. Вот в чем загвоздка. На самом деле дегустаторы не пьют кофе, они просто оставляют его во рту и выплевывают в другую чашку. Ладно, раз уж вы теперь эксперт по кофе, давайте проведем настоящую дегустацию. Сначала нам нужно налить жидкость в чашку. Каким методом воспользуемся? Мы можем попробовать различные способы заваривания. Например, метод заливки, чтобы получить яркий вкус и меньше горечи. Если вы не против естественной горечи, попробуйте методы заваривания под давлением, например, в эспрессо-машине, аэропрессе или даже в кофеварке МОКО. Если вы относитесь к тем людям, которые любят холодный кофе, как насчет холодной заварки? Все зависит от того, какой вкус вы ищете. Вот и все, наш кофейный тур подошел к концу. Это произошло 12 сентября 1990 года. В те времена задолго до мгновенных сообщений и созвонов в Зуме маленькая девочка искала друзей по переписке. Зоя плыла на корабле из Англии в Бельгии вместе с родителями. Ей было всего 10 лет, но она была очень умной школьницей. Она взяла лист бумаги и начала писать. Она представилась, потом написала о том, что ей нравится балет, играть на флейте и фортепиано. Конечно, она не могла не упомянуть о своих питомцах, маленьком комичке, которого она назвала Спаркл и Рыбке Спекл. Она также указала адрес, по которому с ней можно связаться, если кто-то захочет ей написать. Но, увы, она была в море. Кому же она могла отправить это послание? Ей пришла в голову интересная идея. Она аккуратно положила свое письмо в пластиковую бутылку, плотно закрыла крышку, чтобы защитить его от воды и бросила в море. Увы, ответа она не получила и со временем позабыла о послании. Может быть, бутылка где-то застряла, может быть, ее проглотило большое и страшное морское существо, а может быть, вода пробилась под пластиковую крышку и уничтожила записку. Много лет спустя на Рождество в родительский дом пришло письмо для Зои на ее девичью фамилию. Судя по штемпелю, письмо было из Европы. Это было послание от голландской пары Пита и Жаклин Лото, которые нашли бутылку и любезно написали ответ. Они сообщили, что обнаружили письмо среди обломков, выброшенных на берег. Письмо Зои блуждало в море 23 года и преодолело более 560 километров, чтобы добраться до конечного пункта назначения недалеко от Роттердама в Нидерландах. Впечатляющее путешествие для маленькой пластиковой бутылки. Похожая история странным образом связала двух маленьких мальчиков. Мальчик по имени Франк Узбек плыл на корабле из Германии в Данию, когда ему пришла в голову та же идея, что и Зои. Ему было 5 лет, когда он написал послание и бросил его в неизвестность. Это был 1987 год. Ответ он получил, когда ему исполнилось 29 лет. Его письмо, как и то, которое Зои отправит через несколько лет, долго блуждал в море. Послание нашел мальчик по имени Даниил Коротких, гуляя с родителями по куржской косе. Даниилу повезло, что его отец знал немецкий язык достаточно хорошо, чтобы перевести послание. В 2011 году отправитель и адресат пообщались по видеосвязи. Не все истории с посланиями в бутылках можно объяснить. В 2013 году хорватский серфингист наткнулся в Адриатическом море на поврежденную бутылку. Послание, которое оно содержало, датировалось 1985 годом, и оно было от человека по имени Джонатан. Отправителю очень хотелось, чтобы его письмо дошло до женщины по имени Мэри, и он надеялся на ее ответ. Поскольку письмо предположительно было отправлено из Новой Шотландии, бутылка должна была преодолеть невероятные 6000 километров. Послание пересекло Атлантический океан, вошло в Средиземное море и достигло берегов Адриатики в Хорватии. Личности Джонатана и Мэри так и не были установлены. Иногда послание в бутылке содержит удивительные истории любви. Так было с Аки и Паулиной Викинг. Когда Аки, одинокий шведский моряк, положил письмо в бутылку и бросил ее в Средиземное море, он и не подозревал, что этот клочок бумаги в конце концов попадет к его будущей жене. Это произошло в начале 50-х годов прошлого века. Бутылку нашел итальянец, который отдал ее своей племяннице Паулине. После года обмена письмами Аки и Паулина встретились и поженились. Поделившись своей историей с миром, молодожены стали в какой-то мере звездной парой. Они поделились видеозаписью своей свадьбы и их история была опубликована во многих газетах. Это счастливое событие положило начало движения среди молодых людей, ищущих любовь и количество любовных посланий в бутылках стремительно увеличилось. Однако не все истории, которые начинались подобным образом, заканчивались успехом. В 1945 году американец по имени Фрэнк Хейстек положил послание, похожее на письмо Аки, в бутылку и бросил в воду. Почти год спустя письмо нашла ирландская женщина. Ее звали Брэнда О'Салливан. Завязалась многолетняя переписка, которая привлекла внимание СМИ, но дружба так и не расцвела из-за внешнего давления. В конце концов, Ирландию, но мужчина не остался там надолго и в итоге переписка затихла. После трагического конца Титаника стало известно о нескольких бутылках с секретными посланиями. Почти все они оказались поддельными, за исключением одного письма. Спустя годы после того, как Титаник затонул в ледяных водах Атлантики, на побережье Ирландии была найдена бутылка. Предположительно письмо отправил человек по имени Джеремайя Берг и по сей день оно считается единственным подлинным посланием в бутылке с Титаника. На клочке бумаги было лишь имя отправителя, местонахождение Титаника и слово «Прощай». Вода смыла дату, поэтому трудно определить, была ли записка отправлена до или после столкновения корабля с Айсбергом. Однако принято считать, что поскольку Джеремайя готовился навсегда переехать в США, он символически прощался с родственниками и друзьями в Ирландии во время плавания. Этот нехитрый способ знакомства и общения с людьми превратился в хобби для жителя канадской провинции остров Принца Эдуарда, расположенный к востоку от американского штата Мэн. Этот человек Гарольд Хакетт утверждает, что с 1996 года отправил в Атлантический океан более 4000 бутылок. Он также говорит, что получил множество ответов со всего мира, включая письма из Франции и Германии, с Багамских островов и даже из Африки. Благодаря своему увлечению он ежегодно получает около 150 рождественских открыток от друзей по переписке. По сей день он отказывается добавлять в письма свой номер телефона. Он хочет, чтобы люди, которые решат ему ответить, отправляли исключительно традиционные письма. Он также вычислил лучшее время для отправки посланий с учетом направления ветров и течений. Бывает, что бутылки с записками проводят целую жизнь в море после того, как их выбрасывает отправитель. Так произошло с сообщением, которое один британец поместил в бутылку, чтобы выкинуть ее в пролив Ла-Манш в 1914 году. Его звали Томас Хьюз, и он хотел, чтобы послание попало к его жене. Но он был достаточно вежлив, чтобы написать письмо тому, кто первым возьмет бутылку в руки и попросить его перенаправить листок бумаги. Бутылка не дошла до его жены, так как была найдена на побережье Эссекса только через 85 лет. Человек, наткнувшийся на бутылку, связался с семьей и передал послание дочери Томаса. И 85 лет не самый долгий срок для странствующей по волнам бутылки. Ученый по имени Хантер Браун изучал течение в Северном море, когда ему пришла в голову идея. Он поместил одинаковые послания почти в 2000 бутылок и попросил возможных получателей написать ответ с указанием места находки. Он решил, что этот метод поможет ему лучше понять расположение течений в Северном море. Через 97 лет одна бутылка была найдена примерно в 17 километрах от места отправления. К настоящему времени до берега добралось чуть более трехсот бутылок относящихся к проекту Брауна. Не на все послания найденные в бутылках приходят ответы в виде физических письм. Оливер Ван Де Вали выбросил бутылку с письмом у побережья Англии, когда отдыхал со своей семьей. В то время ему было 14 лет. 33 года спустя одна женщина обратилась к нему в Фейсбуке, заявив, что получила послание и разыскала профиль Оливера в социальных сетях. Мужчина успел позабыть, что когда-то положил письмо в бутылку, но в конце концов смог вспомнить подробности и рассказал, что запечатал бутылку свечным воском, чтобы внутрь не попала вода. Эта деревня называется Аугасима и находится она в самом центре вулканического кратера. Это к югу от Японии, в самой северной Микронезии. История гласит, что в 1780-х годах в Филиппинском море произошло весьма разрушительное извержение вулкана. Половина населения смогла спастись и вернуться спустя годы, чтобы восстановить свою деревню. На сегодняшний день там проживает около 160 человек, хотя вулкан все еще считается активным. Уакачино в Перу находится в одном из самых сухих климатических поясов в мире. И все же это красивый город с пышными пальмами. А еще там есть лагуна, которая по слухам обладает целебными свойствами. В поселке проживают более 90 жителей, которые занимаются там бизнесом. Большинство из них в качестве основного ресурса используют песок. Там можно покататься на сэндборде или поужинать в пустыне. Уже более 500 лет небольшая группа людей живет на скалистом склоне пика Зеленая гора. Это одно из самых отдаленных мест в Омане, да и во всем мире. Туда можно добраться пешком на муле или на вездеходе. Деревня называется Аль-Сагара, и чтобы до нее добраться, нужно около 20 минут подниматься по крутой каменной лестнице. Деревня появилась еще в те времена, когда местные жители высекали свои дома из горного камня. Пять семей племени Аль-Шарики до сих пор называют это место своим домом. В тех местах можно найти и много других деревень, но только в деревне Аль-Сагара до сих пор живут люди. Еще 14 лет назад там не было ни электричества, ни телефонных линий. Ближайшая дорога, по которой можно было проехать, находилась в 15 километрах от деревни. Поскольку школ не было, дети учились читать и писать дома у старших. И по сей день жители деревни продолжают свою традиционную практику строительства домов, высекая их прямо в горной породе. Город-замок Манимвасия это жемчужина Греции. Он находится на юго-востоке Пелопонеса. Для защиты город спроектировали так, чтобы его не было видно с материка. Его можно увидеть только с моря. И чтобы до него добраться, нужно пройти по узкой тропинке, соединяющей его с материком. Собственно, так и появилось его название, которое переводится как «один вход». Город был построен в средние века и высечен в горных породах. Теперь большинство старинных особняков переделали в гостевые дома и бутик-отели. Архитектура удивительна и прекрасно сохранилась, а остров окружен кристально чистой водой. Вы когда-нибудь видели город без дорог? Итак, мы едем в Гитхорн в Нидерландах, если вы не против путешествия на лодке. В этом городе все ездят только по каналам, по воде доставляют даже почту. Поскольку там нет автомобилей, в городе очень тихо. Настолько тихо, что самое громкое, что там можно услышать, это кряканье уток. Изначально Хоббитон в Новой Зеландии построили как съемочную площадку, но он прекрасно существует даже после завершения съемок Властелина Колец и Хоббита. Теперь туда можно ездить на экскурсии. В нем насчитывается 44 хоббитских домика, но лишь немногие из них открыты для публики. В деревне Гасадалур на Фарерских островах проживает всего 11 человек. В основном она известна живописным водопадом, который падает прямо в Атлантический океан. Раньше добраться до нее можно было лишь пешком, пройдя через горы. Но недавно там построили туннель, и теперь туда можно доехать на машине. Для мюзикла Папай в 80-х на Мальте построили небольшую деревню, которая так и осталась после съемок. Теперь эта деревня с раскрашенными деревянными домами служит домом для актеров. Там можно посмотреть театральные представления, покататься на лодке, посетить музеи или просто погулять по удивительной деревне. Гальштадт самая старая и самая фотографируемая деревня в Австрии. Это настоящая жемчужина Европы с прекрасно сохранившимися старыми зданиями и подземным соленым озером. Там есть музей с артефактами, которым 7000 лет, и старейшая в мире соляная шахта. Форт Буртанш в Нидерландах это небольшое строение в форме звезды. Его построили в целях обороны. Это давало охране комфорта стратегическое преимущество с идеальным обзором в 360 градусов. Сооружение прекрасно сохранилось, включая и старые здания, мощенные улицы, деревянные ветряные мельницы и сложные мосты. В Марокко есть деревня, целиком построенная из глиняных кирпичей. Ее можно найти в долине недалеко от Атласских гор в 50 километрах от столицы Марокко. Купцы, исследовавшие по транс-сахарскому торговому пути, проходили через этот город, перевозя специи и золото. Поскольку торговый путь потерял популярность, многие из крепостей опустили и стали реликвией. Это одно из лучших мест для катания на лыжах, но оно по-прежнему скрыто от публики. Неудивительно, что местные жители называют его секретной долиной. Расположенная в Австрии крошечная деревушка Варт насчитывает всего пару сотен жителей. Это не только самая заснеженная деревня на земле, но и один из самых больших горнолыжных склонов в мире. В 2013 году она стала еще популярнее, когда туда проложили высокоскоростную трассу. Бурана в Италии один из самых красочных островов в мире. Он выглядит почти тропическим. К услугам гостей изумрудно-зеленые воды, красивые дома и колокольни 17 века. В 1400 на острове побывал сам Леонардо да Винчи. Он купил там кусок ткани и позже использовал его для оформления знаменитого Миланского купола. Если у вас есть паспорт Великобритании, то вы наверняка знакомы с красивым маленьким городком Бибери, так как его пейзажи изображены в вашем паспорте. Один из самых очаровательных городов в Европе состоит из каменных зданий на реке Кельн. Изображение в британских паспортах это изображение Арлингтон-Роу ряда коттеджей ткачей, построенных в 14 веке. Городок Куберпедия в Австралии частично находится под землей. Все началось еще в 1915 году, когда там нашли залежи опала. Сегодня город по-прежнему является крупнейшим опаловым рудником в мире. Местные давно поняли, что под землей куда удобнее, ведь температура снаружи может доходить до 50 градусов. В Куберпедии даже есть подземные магазины и галереи, а еще там есть первый в мире четырехзвездочный подземный отель. Чтобы посетить самое отдаленное место в мире, будьте готовы к довольно длительному путешествию. Если лететь из Соединенных Штатов, то самый простой маршрут это 15-часовой перелет в Кейптаун, а затем придется еще 6 дней плыть на лодке. Только так можно добраться до Тристан до Куния, или же можно отправиться в месячный круиз по южной части Атлантического Океана. Лучше все планировать заранее, так как на остров совершается всего 9 морских рейсов в год. Протяженность острова 11 километров. Он находится посреди южной части Атлантического океана, а его площадь составляет всего 97 квадратных километров. Все 300 его жителей фермеры. У них есть интернет, но очень медленный, а телефонной сети или газет нет совсем. Жители острова говорят на диалекте английского, которым пользуется лишь небольшое количество людей в мире. Представьте, что вам 15 лет и вам надоело играть в видеоигры. Вместо этого, чтобы скоротать время, вы решили уделить внимание своему старому хобби — поиску затерянных городов Майя. Вы слышали, что некоторые древние цивилизации строили города на основе созвездий и решили проверить, так ли это было с Майя. Вы находите книгу со всеми созвездиями, которые, по мнению цивилизации Майя, существовали. Вы открываете старый добрый Google Maps и наносите на карту все древние города Майя, обнаруженные на сегодняшний день. Вы замечаете, что эта информация действительно совпадает. И действительно, самые крупные древние города Майя соответствуют самым ярким и большим звездам майянских созвездий. Очень интересно. Вы успеваете нанести на карту более ста древних городов. Как вдруг замечаете нечто странное? На полуострове Юкатан в Мексике есть район, где археологи раскопали два города Майя, но на карте созвездий там три звезды. Может ли это означать, что поблизости находится потерянный город, ожидающий своего открытия? Эта история напоминает сюжет фильма, но на самом деле это чистая правда. Такой случай произошел с канадским подростком по имени Уильям Гадуре. Этот парень известен как научный гений и даже получил награду за теорию созвездий, которую мы только что представили. Когда он заметил, что в 23-м созвездии, которое он изучал, отсутствует третий город, он начал рыться в интернете в поисках спутниковых снимков, которые могли бы помочь ему разгадать эту тайну. Он изучил снимки НАСА, JAXA, японского спутникового агентства и Google Earth. Их было недостаточно, чтобы ответить на его вопросы, поэтому он обратился к своему другу из канадского космического агентства. Друг предоставил ему самые современные спутниковые снимки, которые дали все нужные ответы. Согласно снимкам, на границе Мексики и Белиза есть большая область квадратной формы, которая выглядит как остатки города. Уильям передал снимки эксперту по дистанционному зондированию доктору Арманду Лароку из университета Нью-Брансуика. Они вместе изучили снимки и пришли к выводу, что в этом районе могли находиться 30 зданий и даже большая пирамида. Научное и археологическое сообщество сошло с ума от открытия 15-летнего подростка. Могло ли это быть правдой? Немного предыстории. Потерянные города Майя начали раскапывать в середине 20-го века. С тех пор были заново открыты руины таких городов, как Текаль, Поленке и Ушмаль. Майя были одной из крупнейших доколумбовых цивилизаций, живших в Америке. Они начали селиться на этой территории в 1500-х годах до нашей эры. Эксперты считают, что в период своего расцвета цивилизация Майя состояла из более чем 40 городов с населением в миллионы человек. Цивилизация развивалась на полуострове Юкатан в Мексике, в Гватемале и Белизе. Майя жили в основном за счет сельского хозяйства, поэтому в большинстве своих городов они создали сложную ирригационную систему. Они строили церемониальные здания, пирамиды, площади и даже площадки для игры в мяч. Майя были искусными строителями, но они также разработали продвинутую астрономическую систему. С помощью древних технологий, которыми они обладали, они могли предсказывать точное расположение Венеры и Марса, а также точные даты затмений. Вот почему методика, которую Уильям использовал для поиска давно потерянного города Майя, была странной, но вполне логичной. Майя были заядлыми астрономами, поэтому неудивительно, что они строили свои главные архитектурные сооружения в привязке к небу. И они были не первыми, кто так поступал. Известное направление египтологии, например, изучает, как пирамиды Гизы были построены в идеальном соответствии с созвездием Ориона. Каждая пирамида была построена так, чтобы совпасть с одной из главных звезд пояса Ориона. По словам Уильяма, идея посмотреть на созвездие Майя посетила его так, как он не мог понять, почему Майя строили свои города именно в этих местах. Большинство крупных городов, таких как Чечен-Ица и Ушмаль, не находятся рядом с реками или значительными водоемами. Вместо этого они построены на окраинных землях и на вершинах гор, что привело 15-летнего подростка в замешательство. Следующей его мыслью было, что это может иметь какое-то отношение к астрономии. Уильям назвал открытый им новый город «огненная пасть» и даже получил награду за свои труды. Однако его теория вызвала споры в археологическом сообществе и многие эксперты по Майя старались развенчать выводы Уильяма. Некоторые археологи говорят, что теории созвездий слишком ненаучны. Энтони Авени, известный антрополог и астроном, назвал методику Уильяма актом творческого воображения. Он объяснил, что мы точно не знаем, какими на самом деле были созвездия Майя и можем лишь предполагать. Еще одно развенчание выводов Уильяма пришло от майониста Дэвида Стюарта, который заявил, что объект, замеченный на спутниковых снимках, это не что иное, как старое кукурузное поле. Его утверждение подтвердила экспедиция, которая проходила вблизи этого района в 2021 году и не нашла там ничего интересного. Тем не менее, 15-летний мальчик почти нашел давно исчезнувший город Майя, что, на мой взгляд, довольно здорово. Методы, схожие с тем, что использовал Уильям, действительно используются для раскопок потерянных цивилизаций по всему миру. По словам космического археолога Сары Паркак, спутниковые снимки сыграли ключевую роль в обнаружении древних городов в Египте и других местах. Сама Сара проводит большую часть своего дня, изучая снимки в поисках любых признаков древних городов. Она говорит, вот что происходит, любой объект в итоге покрывает либо растительность, либо почва, либо песок. Либо сверху появляется современное сооружение. Чтобы определить, есть ли что-то интересное под большим навесом растительности, она использует, например, инфракрасную технологию. Крупное недавнее открытие в Бразилии было сделано подобным образом. С помощью спутниковых снимков была обнаружена сеть траншей, созданных между 200 и 1200 годами нашей эры. Они указывают на поселения, в которых могло проживать около 60 тысяч человек. В данном случае спутниковые снимки действительно соответствовали тому, что было на Земле. Исследователи из университета Флориды обнаружили несколько курганов, которые сопровождались рвами и геоглифами. Археологи также нашли остатки тщательно спроектированных стен вокруг площадей, что очень похоже на строительство древних майя. Достижения в области спутниковых технологий также пролили новый свет на давно открытые древние города майя, такие как Тикаль. Расположенный в самом сердце гватемальских джунглей, Тикаль, как полагают, был столицей древней империи майя. В период своего расцвета он был сравним по значимости с такими городами, как Лондон или Нью-Йорк в современном мире. Он состоит из ряда сложных памятников, многие из которых были местами упокоения королей и вождей. Давно известно, что Тикаль был большим, но последнее открытие показывает, что он мог быть в три раза больше, чем первоначально полагали ученые. Главное открытие связано с укреплением на окраине города. Оно указывает на то, насколько далеко простирался город. И новые открытия продолжают происходить. В 2017 году исследователи обнаружили новые подсказки относительно возможных причин упадка цивилизации майя. Используя данные из города Сейбаль, расположенного примерно в 100 километрах к юго-западу от Тикаля, ученые проанализировали радиоуглеродные данные о керамике и других археологических находках, чтобы извлечь новую информацию о внезапной гибели этой великой цивилизации. Полученная информация показывает, что майя, скорее всего, сгинули в волнах социальной нестабильности и политических кризисов. Эти события привели к разрушению городских центров майя и заставили население рассеяться. Что ж, похоже, сейчас самое время поискать древние руины. 10 апреля 1912 года. Ричард только что отплыл из английского Саутгемптона на борту самого известного корабля того времени, прозванного Непотопляемым. Мгновение назад он стал свидетелем того, как его корабль чудом избежал столкновения с пароходом в Нью-Йорк и решил написать письмо своей жене об этом пугающем событии. «Моя дорогая Сэл», писал он, «нам едва удалось избежать множества неприятностей». Он еще не знал, что через 4 дня и его перо, и корабль, на котором он плыл, найдут пристанище на дне северной части Атлантического океана. Был ли этот случай дурным предзнаменованием? Предчувствовал ли Ричард, какая судьба ждет его корабль? Если вы еще не догадались, мистер Ричард Геддес писал письмо жене, находясь на борту Титаника. 14 апреля 1912 года корабль, казалось, был потерян навсегда. Вместе с ним на дне океана осело столько тайн и сокровищ. Лишь в 1985 году затонувший Титаник был наконец обнаружен с помощью новейшей гидролокационной технологии. С тех пор удалось извлечь тысячи предметов с Титаника, и многие из них попали на выставки или аукционы. Такие вещи, как ювелирные изделия, спасательный жилет, меню из ресторана корабля и образец ковра из каюты первого класса привлекли внимание публики, как и многочисленные истории людей, находившихся на борту. Ученые пытались придумать разные способы поднять Титаник на поверхность, чтобы как следует изучить его и не дать ему разрушиться на дне океана. Некоторые предлагали заполнить затонувший корабль шариками для пинг-понга, чтобы он всплыл. Другие рассматривали возможность ввести в него 180 тысяч тонн вазелина. Звучала даже идея использовать 450 тысяч тонн жидкого азота, чтобы заключить Титаник в айсберг, который бы всплыл на поверхность. В конечном итоге от всех этих стратегий пришлось отказаться, поскольку Титаник оказался слишком хрупким. Он может быть одним из самых интересных и знаменитых кораблей, лежащих на дне океана, но у глубоководных дайверов есть уйма других историй, которыми они могут поделиться. Самолеты тоже иногда оказываются на дне океана. Глубоководные дайверы возле гавайского острова Оаху наткнулись на обломки самолета F4U Corsair. Судя по всему, он упал в океан в 1946 году, поскольку у него не хватило топлива. Если вы погрузитесь достаточно глубоко, то, возможно, даже наткнетесь на статуи и утраченные артефакты, вроде тех, что можно увидеть в единственном в мире подводном археологическом парке, расположенном у побережья итальянского Неаполя. Здесь находятся руины древнеримского города Байи от подводных статуй, мягко говоря, захвата Минду. По иронии судьбы, часть оборудования, с помощью которого мы собирались добраться до Луны, надолго затерялась на дне моря. Но как это произошло? В конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века было запущено множество ракет Аполлон. Достигнув высоты около 60 километров, первая ступень космического корабля, включая двигатели, отделялась. Люди думали, что эти компоненты были уничтожены или потеряны навсегда. Однако в 2012 году группа специалистов обнаружила кучу ракетных двигателей в 4-х километрах от побережья Флориды. В течение двух лет их реставрировали, а затем выставили в музей полетов в Сиэтле. Попробуйте представить, что вы наткнулись на целый город под водой. В 2001 году в Камбейском заливе у побережья Индии был обнаружен затерянный город. Некоторые археологи считают, что это самый древний город в истории. По площади он сопоставим с Манхэттеном. В нем сохранились массивные стены и даже площади. Исследователи наткнулись на скульптуры, произведения искусства и даже на то, что напоминало древнюю деревянную мебель. Судя по всему, этим находкам 9,5 тысяч лет. И они на 5 тысяч лет старше любого ранее обнаруженного города. Хорошо, а как насчет подводной реки? Мне сложно даже представить, как это может выглядеть, но некоторые дайверы утверждают, что видели ее к югу от Тулума в Мексике. Это вообще возможно? Ну, не совсем, поскольку в пещере Анхелита скрывается не настоящая река, а особый вид оптической иллюзии. Она образована голоклином, то есть облаком сероводорода на дне подводной пещеры. Вы можете проплыть сквозь это облако, что создает ощущение, будто вы плывете по течению реки. В нашем списке странных подводных находок есть не только неодушевленные предметы, но и жутковатые морские существа. Вы можете подумать, что медуза не заслуживает особого внимания, если, конечно, она не пытается вас ужалить. Но эта гигантская медуза, также известная как львиная грива, поражает своими размерами. Вы можете встретить ее только в том случае, если вам доведется нырять в Северном Ледовитом океане или в северной части Атлантического и Тихого океанов. Вы точно не пропустите ее, поскольку ее длина достигает 36 метров от купола до кончиков щупалец. Многие любители глубоководных погружений мечтают найти потерянные сокровища. Одному дайверу посчастливилось сорвать джекпот, когда он обнаружил на морском дне сокровище стоимостью почти 1 миллион долларов. Это случилось в 2015 году недалеко от побережья Флориды. Что же он нашел, спросите вы? Около 50 золотых монет, 12 метров золотых цепей и одну редкую монету, которая была изготовлена специально для короля Испании Филиппа V. Иногда дайверы также находят пиратские корабли. Один из таких затонувших кораблей ныряльщики обнаружили в 2015 году у побережья Колумбии. Он датируется 18 веком. Стоимость затерянного корабля оценили в сумму от 4 до 17 миллиардов долларов, поскольку в его трюме находились сокровища, драгоценные камни, золото и множество других ценных вещей. Для сравнения целый остров на Багамах продают за 75 миллионов долларов. Компьютер это последнее что вы ожидаете обнаружить под водой, не так ли? Тем более не обычный компьютер, а древний. Кто-то наткнулся на него в самом начале 20 века на месте кораблекрушения у одного греческого острова. Исследователи увидели в этой странной каменной конструкции раннюю форму компьютера. Он выполнял множество задач. Например, помогал предсказывать положение небесных тел и затмения. Поскольку человечество утратило большинство технологий, которые использовались в те времена, было удивительно вновь обнаружить их спустя столько лет. Это позволило нам понять многие достижения древних греков. Сейчас компьютер находится в Национальном археологическом музее Афин, и вы можете его увидеть. А это одно из наиболее загадочных мест на Земле. Марианская впадина, самая глубокая часть мирового океана. Мы не знаем ее точную глубину, потому что там сложно производить измерения. Но известно, что она составляет около 11 километров, а длина Марианской впадины как у пяти гранд-каньонов подряд. Впервые этот огромный подводный желоб исследовали еще в 1875 году с помощью утяжеленной веревки. В 2012 году канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон достиг дна впадины на подводном аппарате Deep Sea Challenger. В этом месте обитают причудливые существа, включая сменога дамба, морской огурец и акулу домового. Марианская впадина получила название в честь близлежащих Марианских островов, которые в свою очередь были названы в честь испанской королевы Мариано-австрийской. Вы планируете провести летние каникулы в Африке? Конечный пункт назначения пустыня Сахара. Она находится в Северной Африке, простираясь от Атлантического океана до Красного моря. Вам не терпится прокатиться на верблюдах и познакомиться с богатой культурой региона. Вы совершаете долгий перелет и, наконец, вы на месте в самой большой и жаркой пустыне в мире. Она занимает площадь более в жажду. готовы к первому приключению. Гид предлагает вам выбор. Вы можете потратить две недели на посещение невероятных оазисов или же помочь им с разгадкой одной местной тайны. Глубоко в пустыне недалеко от Алжирского города находится тайна требующая разгадки. Огромные пятнистые круги на песке. Их десятки. Они тянутся на многие километры. Круги были впервые идентифицированы несколько лет назад с помощью изображений Google Earth. Их обсуждали в течение многих лет, но похоже никто не знает как они появились. Странно то, что они находятся так далеко от городов, дорог или человеческой деятельности. Лучший способ узнать правду это задавать вопросы. Вы берете блокнот и отправляетесь к местным жителям. К тому же есть те, кто знает кое-что важное. Географы, антропологи, историки. Первый человек, с которым вы разговариваете эксперт по картам. Вам нужно понять, настоящие ли это круги или они сбой спутника. Поэтому вы общаетесь с людьми, которые делают спутниковые снимки Google Earth. Круги и правда есть. Их видно на разных фотографиях на протяжении многих лет. Для начала важно выяснить, что это вообще такое. После двух дней разговоров с разными людьми у вас есть первая зацепка. Круги могут быть результатом нефтяной активности. Эксперты объяснили почему. Алжир. Район с богатыми природными ресурсами, так что это вполне разумное предположение. Перед тем, как начать добычу, компании обычно проводят сейсморазведку. Это такой способ анализа земной поверхности путем направления ударных волн в грунт. В зависимости от того, как эти волны отражаются, можно узнать, что именно там находится. А еще пометить почву таким образом могла какая-то специальная машина. Ну что, мы разгадали тайну? Не совсем. Как вы знаете, пустыня Сахара один из самых засушливых регионов на планете. Средняя температура летом там превышает 40 градусов. Чтобы там выжить, людям нужен доступ к воде. Так что эти круги могут быть чем-то вроде руин или остатков древних водных колодцев. Еще одно разумное предположение. Некоторые антропологи согласились с тем, что эти круги могли быть древними фагарами. Уникальной ирригационной системой в Северной Африке возрастом 2500 лет. В других районах Северной Африки она также известна как канаты. Местные жители выкапывали на возвышенности глубокий колодец, чтобы достать до подземной воды. Затем на равных расстояниях они выкапывали параллельные шахты и строили подземный канал, соединяющий город с колодцем. Благодаря силе тяжести вода начинала поступать из колодца в город. Такая технология обеспечивала водой сельскохозяйственные культуры, домашний скот и людей. Возможно, с помощью таких колодцев создавались и оазисы. Название ближайшего муниципалитета даже указывало на то, что это может быть правдой. Город Фагарет-Эзуа назван в честь Фагары, тех самых древних колодцев. Ну вот, зацепка то, что надо. Вы решаете туда отправиться. Вы садитесь в местный автобус, откидываетесь на спинку сиденья и наслаждаетесь поездкой. Ландшафт Северного Алжира изобилует старинными городами. По пути на окраинах небольших городов даже виднеются руины колодцев. Открыв спутниковые снимки Google, на земле можно увидеть разметку канатов. Ряд отверстий, тянущихся на несколько километров. Но по приезду вы понимаете, что ошибались. Дэйл Лайтфуд, один из ведущих мировых экспертов по канатам, заявил, что круги не имеют к ним никакого отношения. Даже спутниковые снимки подтверждают разницу. Ай, жаль, мы были так близко. Очевидно, канаты или фагары не шли по прямой и не имели форму кругов. А кроме того, там не было никаких городов. Круги находились далеко от какой-либо человеческой деятельности. А канаты явно строились для того, чтобы обеспечить водой населенные пункты. Что ж, в любом случае это была неплохая попытка. Вы уже хотели было бросить эту затею, но решили совершить еще одну экскурсию. На подготовку ушло несколько дней. Выбор машины, еды, оборудования, а все для того, чтобы разгадать тайну кругов Сахары. В первый день вы проехали по пустыне более 160 километров. Вам всегда хотелось увидеть, как выглядит эта часть света. Здесь нет ничего, кроме горчишно-желтых дюн. Однако ночное небо великолепно. Перед вами, как на ладони, лежит Млечный путь. Вы разбиваете лагерь и ложитесь спать под этим звездным навесом. На следующий день пропала сотовая связь. О, боже! К счастью, вы добавили координаты кругов на свою карту Google. Сюрприз! Там работает автономный режим. Вы следуете по координатам, но это сбивает вас с пути. Вы нервничаете, думая, что все это было напрасно. Вы с командой садитесь в машину и проезжаете еще несколько километров по координатам в вашем телефоне. После ухабистой поездки вы просто не можете поверить глазам. Вот он! Огромный отверстиями поменьше. С высоты это выглядит как часы без стрелок, а с земли его еле видно, так что удивительно, что вы не проехали мимо. Осматривая местность, вы замечаете, что во всех отверстиях есть что-то похожее. Металлические провода. Тонкие провода, которые можно вытащить из земли. Они уходят глубоко в землю, поэтому вы начинаете копать. Ух ты! Похоже на старый динамит лучше прекратить раскопки, чтобы избежать несчастных случаев. Вы чувствуете удовлетворение, но вам все еще любопытно, что же означает этот динамит и кто его туда положил? Затем наступает поворотный момент вашего приключения. Около машины вы замечаете на земле что-то блестящее. Сгорая от любопытства, вы подходите к этому предмету. Он круглый, ржавый и похож на банку консервов сардинами? Даст ли она вам подсказку про загадку кругов? Но на всякий случай вы забираете ее с собой. Когда вы возвращаетесь в город, кусочки головоломки складываются в историю, стоящую за кругами Сахары. Вы показываете местным экспертам фотографии и банку сардин. Они анализируют ваш материал и выносят интригующий вердикт. Оказывается, догадка номер один была ближе всего к истине. Нужно было продолжать копать глубже, однако она была правильной лишь наполовину. Круги Сахары не являются следами сейсморазведки. Когда возникли круги, таких технологий еще не существовало, но несомненно все это связано с разведкой нефти. Заполненные динамитом скважины это старый метод поиска нефти. Круги оставили геодезисты, которые искали ресурсы под землей, а банки с сардинами их оставили рабочие, которые проводили взрывные работы. Им ведь нужно было что-то есть. Судя по модели найденной банки, события происходили примерно в 50-60-х годах прошлого века, так что круги вовсе не такие уж и древние. Что ж, надеемся вы рады, что присоединились к нам и помогли разгадать эту тайн. Увидимся в следующем приключении по разгадыванию тайн. Пока!